Грехи на себя Конечно, священники на исповеди нигде не говорят, что они берут грехи на себя. Конечно, прощать грехи может только сам Господь, который взял на себя грехи всего человеческого рода. Да и будет ли смысл в том, что человек, пусть даже облеченный благодатью сана, священства, постарается взять грех на себя? Он не Христос, он не Спаситель. Он только стоит перед общиной, называется Предстоятелем, в то время, когда совершается Божественная Литургия. Он облечен саном, но облечен саном для того, чтобы быть свидетелем покаяния нашего. И во время подготовки к самому таинству священник читает эту молитву, в которой как раз эти слова и произносятся. «Аз же токма свидетель есмин, да свидетельствуют пред Ним, то есть перед Господом, все грехи и покаяние человеческое». То есть священник на исповеди — это свидетель покаяния нашего. И в силу этого, конечно, он не может брать на себя грехи. Конечно, есть древние практики, которые говорят о том, что в древней церкви и в особенности в монашеской практике бывало такое, что духовник, священнослужитель говорил своему духовному отцу «грехи твои на вые моей», то есть на шее моей находятся. И это воспринималось и воспринимается некоторыми людьми как нечто похожее на то, как другой человек берет грехи на себя. В этом смысле, конечно, не надо вот эту древнюю монашескую практику воспринимать и считать, что другой человек берет грехи на себя. Пусть даже это и священник. Священник не берет грехи на себя, но, конечно, если он отвечает за человека, если он отвечает за своего духовного сына, как это бывает с духовным отцом, то, конечно, какая-то часть тяжести вот этой вот греховной, какая-то часть последствий этого греха, каждый грех имеет последствия и очень дурные последствия, они каким-то образом ложатся в том числе и на священника, в особенности, если он легкомысленно относится к своему положению, в особенности, если он стесняется, может быть, сказать человеку высокопоставленному, может быть, что нельзя так грешить. Вот приходит, например, к одному священнику какая-то бабушка и говорит, я сделал то-то и то-то, я вот взяла в магазине кусочек хлеба, потому что у меня денег не было, и он ей говорит, как ты могла, ну что же это такое? А приходит к тому же самому священнику, человек богатый и состоятельный и говорит, а я не воплотил 200 миллионов рублей налогов, своровал фактически, и тот ему говорит, ну ничего, даст Бог и все, Бог милости, Бог простит все это. Это уже лицемерие, конечно, и священнику, мы все это, священники, это знаем, нужно быть очень осторожным, чтобы таким образом не взять грехи другого человека на себя тоже, и став отчасти виновным в том, что он неразумно простил человеку, не видя соответствующего раскаяния. Так что может человек отчасти взять и грехи на себя, если будет неосторожен, если будет лицемерен, и это, конечно, может вмениться ему в большую вину. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.